всем привет ну что наступила моя последняя рабочая неделя перед декретным отпуском и вчера я пошла сдала анализы и уже получила результаты почечные печеночные пробы все у меня в норме единственная белок мочевина и мочевая кислота немножечко занижены но это в пределах нормы при беременности когулограмма тоже все хорошо а дедимер у меня вырос за три недели он у меня был 1900 начал идти вверх снова а сейчас 2 330 связалась с гематологом и она сказала сначала повышаем дозу аспирина 150 потом контроль через две недели если он дальше идет вверх то наверное придется повышать дозу клексана напомню что у меня клексана профилактическая все же долго 02 и я понимаю что не зря я обратилась гематологу кто бы мне что там не говорил не советовал но если у меня есть определенные риски есть у меня наследственная тромбофилия то здесь лучше перебить но по крайней мере это я так считаю сейчас мы направляемся на узи я записалась другую клинику клиника николаева клеменко или на васильевна будет делать не узи начала третьего триместра плюс доплер и все параметры плода это написано еще фото цена по моему 550 гривен почему в другую клинику потому что женской консультации где я наблюдаюсь поломался аппарат и кочура ушла в отпуск я думала сходить к ней в платную клинику где она принимает но к сожалению она уехала а мне нужно пройти узи именно до декретного отпуска как я говорила ранее все документы я уже отдала это флюшка мужа это справка с места работы если вы работающие и копия паспорта и вот анализы осталось мне еще в пятницу пойти сдать общий анализ крови и общий анализ мочи все остальное у меня уже есть на руках и также на сдавала сифилис рв тоже все сдавала в iq lab там не еще скидка была 20 процентов до конца месяца нужно еще подождать три по моему рабочих дня ну в принципе это все такое основное и вчера так как мне повысили дозу со 100 аспирина до 150 методозировки не было не знаю у меня ума хватило разделить вторую таблетку и у меня такая была у изжога так ток болел желудок и сегодня поэтому как раз сейчас обеденный перерыв мы заехали покушала крем-супа со шпинатом и прямо легче стало и чайка выпила потому что было невыносимо поэтому день не делайте так недаром аспирин идет специальной оболочки особенно если у вас чувствительный желудок то ни в коем случае вот просто осетил салициловую кислоту мы не принимаем а именно форме кардиомагнила или аспирин кардио потому что они идут специальной оболочки которые растворяются в желудке и не так негативно воздействует а это просто какой-то капец я взяла разделила вчера спать не могла также начало третьего триместра я уже говорила отмечается бессонница и слава богу она не то что там каждый день то я могу две ночи не спать третью ночь просто плохо спать потом такое состояние днем хочется спать но я на работе сегодня вроде как под утро поспала все равно знаете такое место себе уже не можешь найти тебе неудобно малышка пинается посильнее я не знаю какой у меня сейчас вес ну вот по срокам у нас 29 недель перевалила идет к 30 такая вот дела и 30 недель повторюсь что в украине идут декретный отпуск нужно будет потом написать заявление на декретный отпуск до родовой и после родовой там по моему 126 или 128 дней в украине дается это оплачиваемый отпуск но если вы официально трудоустроенную ну хотя бы здесь деньги практически не потеряю это будет конечно меньше оплата чем полная заработная плата но тем не менее ребята ну что мы уже на месте приехали заранее еще минут 25 но у нас как раз время столько в запасе есть по адресу клиника николаева находится улица староказацкая 7 готовимся к встрече с нашей малышкой она уже большая последний раз мы были на втором скрининге еще на узи во втором триместре где-то 19 20 21 неделю где-то в среднем 20 неделя сейчас у нас 29 полных неделек надеюсь что все хорошо ты переживаешь не переживаешь да ну дай бог потому что с этим дедимером обязательно нужно смотреть кровоток чтобы все было хорошо все нужно будет спросить за эту корду дополнительную сердце есть она или ее уже не видно она рассосалась по поводу по поводу шейки еще спросить показали что прием где-то длится минут сорок смотрят расставляешь может нас раньше держите за носку очки девочка не подкачай наша хорошая девочка красотка вот она здесь бьется вовсю а Держим голубочку внизу, положим левую ногу, спинка с левой стороны, подольное положение, куточка сверху, подольное положение, куточка сверху, приемном 156 максимальный водный карман для себя еще снимаем плацента задняя стеночка толщина 31 степень зрелости первая нервникой плаценты до шейки не доходит хорошо более точно скажем когда будем смазить шеечку а видно в сердце хорда вот эту дополнительную грант 455 грамм вес ребенка на сегодняшний день 54 процентиля вес ребеночка это нормальный вес для кусты черепа визуализируется все смертво ушар на борозда визуализируется полость подрачной перегородочки 6 и 2 сервера борозда 15 и 6 и зверенки формируются хорошо кости носа 2 есть длина как и носа 8,7 грибок подчеркнуть форма для вас опьянки ворота нормальная губки верхние и нижние целинги хорошо позвоночник хорошо сердечко положение 1 и 4 1 1 и 5 миллиметров не растет абсолютно сердце растет и не меняется межжелудочковая перегородка целинга видим что потоки правых левых отделов не смешивается хорошо желудочковые плаканы сокращаются синхронно и нейтральный и при куспидальный вид вегетации частота сердечных сокращений не смешивается не смешивается не смешивается венозный проток, однонаправленный, трехклазный, без реверса, дистанционный индекс 0.55, норма, матрица, все хорошо, замечание нет, Ребята, ну что, вышли мы с УЗИМ, Леша заставили нас понервничать, мало того, что мы раньше пришли минут на 20, так еще и ждали от своего времени полчаса, уже Леша начал психовать, но слава богу, все нормально, по УЗИ, тоже все хорошо, единственное, как хорда это была, но в том же размере, так она и здесь, сердце растет, сердце увеличивается, ну короче, ничего страшного, дали нам фото нашей малышки, все данные по УЗИ здесь все расписали, в принципе, тщательно, Клименко Арина Васильевна могу запросто посоветовать, потому что действительно все очень подробно смотрят, у них хороший аппарат, салфетки дают влажные, они горячие, ель тепленький, здесь такой комфорт прямо, отношения хорошие, кабинет просторный, кушетка, перед вами экраны, и рядышком диванчик, кто с вами пришел, все будет смотреть на мониторе, как, знаете, как фильм какой-то, поэтому, конечно, все для людей, и еще дали какой-то подарочек, надо посмотреть, что это за подарочек, а, кремушек какой-то, ничего себе, это интересно, всем дают, или из-за того, что мы долго ждали? Детский гипоаллергенный крем с пантенолом от опрелостей, санасон, полный размер, с рождением, без парабенов, без парафина, без всяких одушек, вот так, так что, ребятки, вот такие вот дела, единственный только момент, что нам пришлось подождать, а так все хорошо, малышка такая уже большая, да? Такая деваха, слушай, у нее вес 1,4 кг? Походу, она эта, такая будет крупненькая, не маленькая, или мне уже кушать надо меньше начинать? Да ладно. Все по сроку соответствует, никаких отставаний, кровоток хороший, что я переживала, шейка длинная, закрытая. Я за хорду эту переживала. Ну, я немножко и сейчас переживаю, там девочки писали, что после рождения они потом наблюдаются, ну, это не критично. Если она у приличного процента людей имеется, люди спортом занимаются, и никак ни на что это не влияет, на качество жизни и на активность. Это самое главное. Я думаю, что на сегодня это все. Всем спасибо, что были все это время вместе с нами. Еще у меня почти целая трудовая неделя впереди, декретная комиссия в понедельник, и потом вам, конечно, обязательно на эту тематику сниму еще одно видео. Буду держать вас кушать. Давайте поставить лайк нашей малышке. А у нас погода ужасная поменялась. Дожди по всей Украине сегодня 11-12 градусов. И весь день проливные дожди. И сегодня, и вчера с вечера, и завтра, и послезавтра, я так понимаю, на две недели вперед. Вот такое вот замечательное, офигительное у нас лето. Дождливое. И 10-12 градусов. Сейчас лето началось. Еще три месяца подождать, и уже отопление включат. Будет тепло. Ну, как-то так. А я только себе в основке такие на липучках заказала. Уже, наверное, завтра приду. Для малышки кое-что позаказывала. Тоже это все придет. Единственное, я жду свой клексанчик у девочки. Я покупала, пока она еще не высылала. Я уже начинаю немножечко переживать, потому что остался один флакончик. Но раньше времени переживать не стоит. Короче, это все такое. Всем пока. Всем отличного настроения, отличного самочувствия. И очень-очень скоро увидимся. Муа!